Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Одинцовской лингвистической гимназии, куда приехала делегация из Франции. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень рада вас видеть в нашей любимой школе. Ирина Юрьевна, расскажите об этом мероприятии, какие цели и задачи вы ставите непосредственно перед вашими гостями, чего хотелось бы вам в результате этого обмена, этой встречи получить? Ну, мы очень рады, что наш проект по обмену со школами стран изучаемого языка продолжается, продолжается очень успешно. Недавно у нас была делегация из Германии. И теперь мы встречаем делегацию из Международного лицея Сан-Жермен-Ан-Ле из Франции. Проект, который тоже долго готовился. Полтора года, наверное, шли переговоры о том, чтобы сформировать программу обмена, договориться об условиях обмена. И вот 11 октября к нам прилетели 18 обучающихся вместе с директором русской секции Софьей Фаритовной Кошкиной. И вот уже три дня обмен успешно продолжается. Сегодня первый день ребята в школе. Пятница, суббота, воскресенье были посвящены культурной программе. А теперь у нас начались занятия. Дети сегодня первый день пошли на уроки. Ирина Юрьевна, почему был выбран именно этот Международный лицей? Это совершенно уникальная школа, в которой учатся дети, изучающие два языка. Французский язык и свой второй родной язык. 14 секций. И дети, которые к нам приехали, говорят прекрасно не только по-французски, но и по-русски. Это, естественно, упрощает программу обмена. Легче налаживать контакты, взаимоотношения. И в перспективе мы надеемся, что именно этот фактор позволит нам осуществлять такие большие масштабные межкультурные проекты. Но об этом мы поговорим чуть позже. София Фаритовна, хотелось бы, конечно же, чтобы вы рассказали вашу историю, потому что она уникальна. Именно то, как вы попали в Международный лицей. Соглашение о намерениях между Россией и Францией было подписано в 2009 году в рамках Года России во Франции и Франции в России. Наша русская секция была создана в 2009 году, в 2010 году. И, соответственно, был конкурс на должность преподавателя истории географии, объявлен по всей России во всех высших учебных заведениях. Моя кандидатура была выставлена Московским педагогическим государственным университетом, где я работала доцентом кафедры иностранных языков географического факультета. И кандидатура выиграла этот конкурс. И была утверждена Министерством образования России и Министерством образования Франции. Сейчас вы уже директор русской секции, к вам приезжают дети, дети говорят на нескольких языках. Вот эта возможность, которая сейчас появилась у вас, именно сотрудничество с нашей гимназией, насколько она для вас интересна? Мы в секции это энтузиасты и оптимисты, и для продвижения русского языка и культуры мы очень рады найти интересную лингвистическую гимназию, где ребята, наши ученики могли бы углубить свои компетенции и лингвистически, по русскому языку, и расширить культурный свой потенциал и кругозор. Ваши впечатления от нашей школы? Вы уже побывали, побывали в классах, посмотрели, как здесь все устроено, пообщались и с детьми, и с преподавателями. Насколько вам это интересно? Это замечательное учебное заведение, нас очень тепло встретила и дирекция, и администрация, и ученики, поэтому восторженные только отзывы, и мы провели замечательные первые дни, посещая культурные мероприятия, и действительно такая теплая, дружественная обстановка, билингвальная, потому что ученики стараются говорить и по-французски, и по-русски. То, что для ваших учеников самое главное. Дмитрий, я так понимаю, что эта история в какой-то степени началась именно с тебя, потому что когда-то ты учался в этой гимназии, и так получилось, что выбрал для дальнейшего своего обучения международный лицей во Франции. И теперь тесные дружеские связи установились между этими двумя школами. С каким чувством ты приехал сюда снова? Ну, для меня это на самом деле удивительное приключение, потому что я учился сначала во Франции, потом учился в России, вот я всю жизнь учил и русский, и французский одновременно. И для меня это были два вот совершенно противоположных мира, то есть и русский, и французский. И когда я рассказывал своим друзьям про Россию во Франции, ну, это было вот как другая планета. Ну, и, собственно говоря, наоборот. И вот тот факт, что и русский мир, и французский мир совместились, и вот я вижу своих французских друзей и русских друзей в одной школе, в одном месте, ну, это для меня удивительно. Уже удалось пообщаться с ребятами, побывать на уроках, вспомнить все коридоры, кабинеты, да? Да, ностальгия такая, можно сказать. Где прошла, ну, определенная часть твоей жизни? Да, седьмой, восьмой, девятый класс. Русский ты лучше всего выучил именно здесь? Ну, да, то есть я разговаривал как-то на русском, когда я был маленьким, но не на таком уровне, я не мог свободно разговаривать. И вот я приехал сюда, усовершенствовал свой русский язык за седьмой, восьмой, девятый, сдал Г, и свободно теперь разговариваю, можно так сказать. И сколько языков изучаете вы в своем лицее? Ну, в своем лицее все как минимум должны разговаривать на двух языках в совершенстве, русский и французский в моем случае. Кто-то там на французском и немецком, французском, датском, вот, и мы плюс к этому учим английский язык, как первый язык, получается, и еще и какой-то там четвертый язык, получается, может быть, испанский, итальянский, ну, любой, который выберем. Какие выбрал ты? Я выбрал вот английский, как первое обязательное шоу, и испанский получается. Ну, это будет как-то в дальнейшем связано с твоей профессией. Почему такое двуязычие? Почему русский и французский в совершенстве? И зачем нужны тебе остальные языки? Я не думаю, что это обязательно должно быть связано с твоей профессией. То есть, если я знаю и русский, и французский, это улучшает мою культуру, ну, взгляд на мир улучшает и позволяет проще воспринимать какую-то информацию. То есть, там, даже для общения с людьми это гораздо проще. То есть, человек, который... Можно спокойно разговаривать на двух языках и не понимать культуру, чья, ну, государственная страна, в которой ты выучил язык. И это будет бесполезно. Вот. И тот факт, что в лицее нам дают культуру и французскую, и вот языка, который мы выучим. Мария, для тебя первый твой родной язык это русский. Французский уже второй язык. Так получилось, но ты родилась во Франции. С каким чувством приехала, в общем-то, на свою историческую родину? Ну, мы обычно летом с родителями всегда стараемся сюда приезжать, бабушку навестить. Но всегда очень как-то необычным приехать сюда с учениками, которые здесь пока еще никогда не были. И просто увидеть снова, заново, как бы, свою родину, но уже в другом коллективе, не с родителями, а уже с друзьями. Ваша делегация в составе 18 человек приехала сюда. Среди них ребята, которые никогда не были в России. Вот их впечатление, что они вам говорят, совпали ли те рассказы, которые вы ранее им озвучивали, с тем, что они увидели здесь? Ну да, мне кажется, что вот первое, что меня поразило, это ученик, который в первый раз увидел метро. Он там все постоянно фотографировал, очень удивлялся, как бы на все смотрел с круглыми глазами, бегал по всем коридорам и так далее. Но мне кажется, что они очень рады и как бы их впечатления оправдались. То есть они, мне кажется, далеко не разочарованы в том, что увидели здесь. Вы прекрасно с Дмитрием говорите и на русском, и на французском языке. То есть, мне кажется, не слышно абсолютно никаких акцентов. Можно сказать, что вы обычные гимназисты, в общем-то, лингвистической гимназии. И совсем долгое время не живете во Франции. Как так удается? Ну, мне кажется, что поскольку с рождения как-то мои родители всегда старались воспитывать во мне как бы именно русский, а французский я вот в школе выучила. То есть как бы развились практически до совершенства эти два языка. И как бы я стараюсь не забывать их. Ну, то есть это постоянный процесс. Обучение не прерывается ни на минуту. Надо постоянно читать, смотреть фильмы, стараться всегда. И как бы, ну, к сожалению, надо всегда поддерживать эти два языка, потому что... А вот только ли все зависит от репетиторов? Потому что сейчас чуть ли не с рождения детям нанимают репетиторов, да, стараются родители. Кто-то английский, кто-то немецкий, там разные языки прививать любовь к языкам. Вот как ты считаешь, все-таки это должно быть самосознание самого ребенка или родители все делают правильно? Ну, мои родители, вот мы когда к бабушке приезжали, они всегда старались мне нанять репетитора. Я с ней занималась русским языком. И мне кажется, что это мне очень помогло. Конечно, ну, когда мне было 6-7 лет, я этого особо не понимала. И как бы мне это очень, ну, надоедало к ней ходить, заниматься. Но теперь я понимаю, что как бы я очень благодарна своим родителям за то, что они сделали. Так что мне кажется, что сначала надо как-то ребенка подтолкнуть на обучение этого языка. Ну, и если пойдет, то пусть дальше учат. Вот мне интересно, вы прекрасно говорите и на русском, и на французском языке. На каком языке вы общаетесь с нашими ребятами? Ну, на русском, естественно, образом. Ну, конечно, если они просят, то можно и как бы им помочь французски попрактиковать. Все-таки вот уровень французского у наших гимназистов какой? Ну, мне кажется, очень хороший. Как бы для русских учеников они очень хорошо говорят и понимают. София Порецовна, возьмите, пожалуйста, микрофон. Я знаю, что сейчас идут переговоры о том, что наша делегация, наши ребята отправятся в апреле в гости к вам, в ваш лицей, и будет проходить стажировку. Вот вы уже видите примерно, какое количество будет детей, и действительно ли потянут наши дети такой интенсив? Да, мы сейчас работаем над этим проектом, образовательным проектом, и с Еленой Юрьевной мы разрабатываем программу для этого обучения, и какие дисциплины, как будет это проходить, это сотрудничество. Ребята будут, естественно, обучаться по французской программе, поэтому от них потребуются лингвистические компетенции, но обучение на высоком уровне... То есть прям это будет какой-то тест, прям отбор будет таких детей? Да, я думаю, что необходимо будет провести некоторое тестирование, чтобы учащиеся могли себя уверенно чувствовать, но я думаю, что потенциал огромный у учеников, и главная мотивация. Есть изучать французский язык. Вообще это полезно, как вы считаете, передвижение студентов из одной страны в другую страну, с целью изучения именно языка, культуры в первую очередь? Естественно, это молодежь с их энергией и желанием, самое главное, и именно в общении, потому что наши ребята здесь увидели и нашли друзей, и я думаю, что сохранятся эти контакты на многие-многие долгие годы. Даниил, принимаете гостей из Франции, твои впечатления от общения с ребятами, что удалось уже им показать, о чем рассказать, о чем поговорить? У меня впечатления самые-самые положительные, и очень приятно, что наши французские друзья, которые приезжают в Россию, очень приятно, что им нравится и наша столица, конечно, мне очень нравится наша культура, наши достопримечательности, и я так думаю, что и у них впечатления от общения с нами самые теплые, собственно, как и у нас. Чего хочется получить в результате? Лучше потянуть свой французский, больше узнать о культуре Франции, о том, как учатся, живут ребята. Ну, я так думаю, что все сразу, потому что я уверен, что невозможно узнать культуру другой страны без общения с ее носителями, и носителями не только языка, а именно и культурных ценностей. Поэтому, конечно, всего сразу. И, безусловно, попрактиковаться во французском – это тоже важно, но тут это все-таки в меньшей степени, поскольку они больше приехали к нам изучать русский, нежели мы французский. Поэтому, я так думаю, больше обменяться какими-то впечатлениями, опытом и культурой друг с другом. – Ты писал на французском языке проект, ты с ними защищался, успешно защищался. Почему вообще для обучения ты выбрал именно этот язык? Чем он тебя привлекает? Чем привлекает тебя культура Франции? – Ну, на самом деле, французский язык мне полюбился с самого детства. Началось все с французских песен. У меня родители очень любят французские песни. Ну, и когда я пришел в школу, мы начали изучать историю. На самом деле, очень тесные исторические связи связывают, контакты связывают Россию и Францию еще с самых давних времен. Поэтому мне всегда было интересно узнать больше об этой стране, о ее литературе, потому что я писал проект, один из проектов у меня был на тему «Французская кухня», и второй на комментарий, ну, анализ сказки «Шарля Пирог» в «Сапогах», которая, казалось бы, всем знакома с самого детства. Но если в ней разобраться и проанализировать ее поглубже, то там очень много интересных деталей можно найти. Поэтому мне всегда была интересна эта страна и ее культура, в частности. – Инна, ты достаточно глубоко изучаешь французский язык. Конечно же, наверное, являешься одним из претендентов, кто в апреле отправится с ответным визитом во Францию. Вот сейчас твои впечатления от общения с ребятами, от встречи с французской делегацией? – На самом деле мы очень ждали наших дорогих гостей, потому что мы очень любим французский язык, французскую культуру, и общение с ребятами – это один из способов лучше узнать Францию, ее культуру и, безусловно, ее язык. – Вот все-таки стремление изучать французский язык – это было бы условлено выбором твоих родителей, или тебе самой захотелось узнать больше о культуре этой страны? – На самом деле французский язык мне нравится, наверное, с 10 лет, потому что это, безусловно, один из самых красивых языков, и разговаривать на нем я, на самом деле, мечтала очень давно. Но любовь к этому языку, на самом деле, мне привил мой учитель французского языка, Террасова Любовь Владимировна. Она учит нас не только языку, грамматики, лексики, но также и самой любви к этому языку. И, безусловно, после трех лет изучения появился безумный интерес к этому языку и к изучению всего, что связано с Францией. – Кто приехал в гости к тебе? Как твоя семья приняла французских друзей? – Ко мне приехала замечательная девочка Лиза. Она очень добрая, отзывчивая и, на самом деле, очень дружелюбная, как и все ребята, которые приехали к нам. Она хорошо говорит на русском языке, и, на самом деле, мы с ней пытаемся разговаривать на французском языке, чтобы проходила практика не только для нее, но и для меня с моими сестрами. – Нина, чем ты угощала гостя? Какие развлечения ты для нее приготовила? – Мы угощали на завтраке Элизу с сырниками, со сгущенкой, с вареньем, со сметаной. И также мы ее угощали русским борщом. – Понравилось Лизе? – Очень. – Как проводите свободное время? – В свободное время у нас появляется обычно вечером, после экскурсий. И обычно мы с ней общаемся на совершенно разные темы. Иногда это темы о школе, также о друзьях и о других разных. – Ирина Юрьевна, возьмите микрофон. Мне бы хотелось вот такой нюанс один прояснить. Когда вы принимали делегацию из Германии, мы говорили о том, что очень четко совпали в паре. Дети настолько были одинаковы в своих интересах, в своих взглядах, что им настолько было комфортно друг с другом, как будто бы они общались всю жизнь. Вот здесь произошло то же самое волшебство. – Ну, я хочу сказать, что это немножко разные программы обмена. Они построены по другому принципу. Но, во-первых, здесь у нас французская делегация – это дети не из одного класса, потому что вот дети, которые приезжали из Эрдинга, они были из одного класса, из одиннадцатого класса, одного возраста. И приезжали они к нашим детям, которые тоже были одного с ними возраста. Предшествовала приезду длительная переписка, то есть они порядка двух-трех месяцев переписывались, тесно очень, в общем, достаточно тесно познакомились. И плюс мы туда съездили в марте. И уже потом, через полгода, опять же, переговоров, да, общения дистанционного мы их принимали у себя в школе. Здесь немножко другая история. Здесь приехали у нас учащиеся девятого, десятого, одиннадцатого класса и принимают их тоже обучающиеся девятого, десятого, одиннадцатого класса. Плюс мы дали выбор, возможность выбора жить в семье, в принимающей, либо в кампусе МГИМО. И старшеклассники, вот одиннадцатый класс, выразили желание поселиться в кампусе, а остальные ребята живут в семьях. Такая получилась смешанная программа. И я хочу сказать, что сначала у нас вызывало некое опасение, как вот этот конгломерат, который живет одни в семьях, одни нет, найдут ли они общий язык, смогут ли они за такое короткое время поближе познакомиться. Но вот по прошествии трех дней я могу уверенно сказать, я думаю, что Софь Фарит меня поддержит, что все получилось. Все перемешались, все очень тесно взаимодействуют. Ну, надо, я открою тайну небольшую, мы для этого приложили определенные усилия для того, чтобы это случилось. Потому что программа, которая была разработана, она подразумевает не только поездки на экскурсию, не только пребывание на школьных уроках, но еще и часть мероприятий, где в такой интерактивной форме дети должны взаимодействовать и выполнять какие-то задания. Например, у нас был квест по центру Москвы, где были перемешанные команды и по возрасту, да, и команды, где присутствовали дети из России, из Франции, они должны были выполнять задания, успешно все справились, получили призы. В школе мы делали очень интересный проект, я думаю, что вы потом посмотрите. Мы делали карту России, которую гости увезут с собой во Францию, повесят в школе. Это тоже был такой интерактивный проект, где нужно было совместно, да, осуществлять деятельности, это всегда помогает сплочению. Ну и мероприятия, у детей мало свободного времени, но, тем не менее, они его очень эффективно используют, и мы идем им навстречу. После официальных мероприятий мы разрешаем встречаться вместе, они проводят вместе время вечером, и это, безусловно, способствует тому, чтобы завязались хорошие дружеские отношения. В апреле планируется поездка, я знаю, что даже есть уже наметки поставить совместный проект. Да, одной из целей нашего совместного сейчас пребывания, вот нашего администрации, это было достигнуть каких-то договоренностей о дальнейшем развитии отношений, и были определенные даты поездки. Мы, в общем-то, договорились о том, что наше пребывание во Франции будет в промежутке между 5 и 12 апреля. И это тоже не только обучение, это не только культурная программа. Мы 11 апреля в школе, в Международном лицее будем представлять наш проект, который, ну, я не побоюсь этого слова, будет международным проектом, посвященный Ивану Сергеевичу Тургеневу. Я думаю, что вы, наверное, знаете, в этом году исполняется 200 лет со дня его рождения, и поскольку Тургенева связывали личные контакты с Францией, да, всем известная история его любви к Полине Виардо, вот наш совместный проект, я пока не знаю, как он будет называться, но он точно будет посвящен, да, Ивану Сергеевичу Тургеневу и Полине Виардо. Наверное, это будет какой-то спектакль, или это будет живое чтение рассказов, мы в процессе еще определимся, но он уже заявлен, мы уже наметили подготовку к этому проекту, и думаю, что это будет очень интересно, я думаю, что как бы для одной, так и для другой стороны. Ирина Юрьевна, кто ведет в гимназии французское направление? Ну, у нас несколько учителей французского языка, но, наверное, стоит сказать о Любови Владимировне Террасовой, потому что человек совершенно уникальный, и, в общем-то, многие проекты, связанные с французской культурой, с французским языком, состоялись только благодаря ей. Человек с огромным стажем, она преподает французский язык 45 лет, она работала в университете, и так случились, так сложились жизненные обстоятельства, что она пришла к нам в школу, чем мы очень счастливы. Когда я говорю, что человек редкий, это не пустые слова, потому что она награждена французским орденом Академических пальм. Эта награда присуждается правительством Франции, людям, которые пропагандируют в мире французскую культуру и французский язык. Орден очень редкий, и мы гордимся, такой человек работает у нас в гимназии. Вместе с ней мы проводили День французской культуры, вместе с ней проходят концерты, именно она готовит проекты. Вот Нина и Даниил учатся у нее, и вместе с ней не только готовят проекты, но и выигрывают с ними различные конкурсы. Поэтому, когда такие люди работают в школе, в общем-то, и случаются вот такие удивительные встречи, как приезд наших друзей из Международного лицея. Но ваша совместная работа будет продолжена и принесет свои плоды. Но мы не просто на это надеемся, мы в этом уверены. Спасибо вам за интересную беседу. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!